Относительно товарища Грудинина. Есть такая известная поговорка, согласно которой все зло происходит не от жестоких и подлых людей, а от равнодушных, потому что это с молчаливого согласия их творится все зло в мире. Вот я с этой поговоркой категорически не согласен. Мне кажется, что все зло творится не из-за равнодушных людей, а из-за восторженных идиотов, потому что все зло творится с их не молчаливого, а вполне гласного одобрения и под их радостные вопли и восторженные слюни. И товарищ Грудинин, вернее история его появления, этому яркое свидетельство. Некоторым людям очень хочется, чтобы был какой-то великий человек, вокруг которого надо было сплачиваться, которому надо было верить, идти за ним и побеждать. И когда таким людям начинаешь говорить о том, что позвольте, ведь этот же человек состоял в партии «Единая Россия» до 2011 года, они говорят, нам плевать, ну и что, мы хотим. Когда им говорят, ну позвольте, он же с Жириновским якшался, ну и что, подумаешь, Ельцин, Ленин тоже много с кем якшался, и вообще он сам по себе дворянского происхождения. Переоценил, поумнел, пересмотрел свои взгляды. Когда им говоришь о том, что построить социализм в одном отдельно взятом совхозе невозможно, они говорят, возможно, еще как возможно. Товарищ Грудинин же построил, товарищ Грудинин же сам об этом по телевизору рассказывает в передаче у Соловьева. Разве будут по телевизору врать? Тем более два таких честных человека, как Грудинин и Соловьев. Когда им говоришь о том, что, ну позвольте, ведь это вообще-то не совхоз, а ЗАО под названием совхоз, они говорят, ну и что, товарищ Грудинин, как лев, борется в капиталистическом окружении и побеждает. Когда им говоришь, ну позвольте, ведь вот же известно, что у него основной источник доходов не сельское хозяйство, а девелоперская деятельность. Вранье, фигня, не верим, не можем посмотреть карту, не видим мы в гугл-картах или в яндекс-картах, или в викемапии, что это на углу, на перекрестке, вернее, Каширского шоссе МКАДа. Не верим, не хотим верить, хотим сплачиваться вокруг Грудинина. Сейчас есть такие люди, очень популярные в интернете движения, в ютубе можете найти, которые борются с сионизмом, транснациональный капиталократии, с масонами, путем насилования аккумуляторов от телефонов. Они достают аккумулятор от телефона, отрывают бумажку, находят там блок для дистанционной зарядки и говорят на камеру перед ютубом, вот видите, это прослушивающее устройство. Сейчас мы его отдерем от аккумулятора, вырывают его и после этого нас проклятые пиндосы там или жиды из МОСАДА или еще кто-нибудь не смогут прослушать. И видите, после этого, после того, как мы удалили это прослушивающее устройство, аккумулятор продолжает работать, вот оно, все, мы разрушили козни мировой закулисы. Им в комментариях пишут, граждане, вы идиоты, вы только что оторвали блок для беспроводной зарядки аккумулятора и больше ничего. Они на это отвечают, а что вы можете предложить? Сами-то вы хоть что-нибудь сделали? Какие ваши конкретные предложения по борьбе с мировым сионизмом, мировой закулисой? Как вы будете спасать русский народ? Вот мне кажется, что эти люди, которые отрывают в ютубе блоки от аккумулятора, они должны проголосовать за Грудинина. Все. Я хочу вспомнить одну старую-старую притчу и рассказать ее вам. Была некая деревня, в которой жители подвергались страшному угнетению со стороны кулака, который владел всеми землями, и они на него горбатились, будучи вынужден арендовать эту землю. Он их совсем заел, они начали буквально умирать с голоду. И тогда одного из этих граждан посетила замечательная идея. Он вышел на деревенский сход и сказал, «Граждане, я знаю, как избавиться от кулака Мироеда. Надо пойти в лес, в полнолуние, насобирать в лесу сосновых шишек. Потом эти шишки разрушить, достать оттуда семена. Семена эти необходимо смолоть в муку, замесить из этой муки тесто, разлить это тесто по сковородкам, поставить себе на головы, сесть на площади возле церкви и ждать, пока из этого текста выпекутся блины. Вот когда блины испекутся, тогда и кулак Мироед будет повержен». Все жители деревни с радостью и с охотой откликнулись на это предложение и сели возле церкви со сковородками на голове. Мимо шел, перехожая калика шла мимо и сказала, «Граждане, а что вы делаете? Вот так и так кулак Мироед, вот мы его сидим свергаем. А мне кажется, что вы какой-то ерундой занимаетесь», сказала калика перехожая. «А что ты предлагаешь?» Крикнули ему. «А какие у тебя есть конкретные рецепты? А почему ты мешаешь нам свергать кулака Мироеда? А уж не кулак ли тебя подкупил, чтоб ты этим занимался? Гнида!» Выгнали его, побили, бежала калика перехожая по берегу реки, а вслед ему долго неслись ребятишки и кидали в него комьями грязи. Вот мне эта вся ситуация напоминает, честное слово, по ситуацию с выдвижением господина Грудинина. Но, но, при всем при этом, я хочу сказать, что выдвижение господина Грудинина – это явление, безусловно, положительное. Поскольку нас ждут крутые перемены с непредсказуемым концом и, возможно, уже в ближайшем 2018 году. И в этой ситуации нам нужно четко понять, кому из наших товарищей доверять можно, а кому нет. Последний раз подобная ситуация была в 2011-2012 году, когда Сергей Ервандович Кургинян выявил нам, кому из наших товарищей можно верить, кто является человеком здравым, а кто является, скажем так, избыточно наивным, настолько наивным, что с ним лучше не иметь дела. С тех пор прошло много времени, подросла новая генерация товарищей, и вот господин Грудинин сейчас снова производит эту сепараторскую функцию, позволяя нам отличить людей вменяемых от людей невменяемых. Поэтому, товарищу Грудинину, большое за это человеческое спасибо. А лично я на выборы, как я уже говорил, не пойду. У меня есть специально обученные Халуи, которые за меня проголосуют, за меня посчитают. За меня выберут президентом того, кого хочет мировая закулиса. Я думаю, что это будет весьма справедливо, потому что если человек начал доводить страну до ручки, то будет справедливо, если он ее до ручки не доведет, и доведет до логического конца, потому что в противном случае всегда можно будет сказать, как сказали про Николая Второго, что страна развивалась такими темпами, а потом пришли некие большевики. Нет, пусть Владимир Владимирович закончит дело, которое он 18 лет ведет. поэтому именно на нем будет вся полнота ответственности за произошедшее с Россией. У меня на сегодня все. Архипелаг, как говорится, ГУЛАГ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова